Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти С 1 октября этого года может появиться новый штраф за отсутствие действующей диагностической карты Размер взыскания 2000 рублей Выявлять нарушения будут с помощью камеры Известно, что внедрение новшества изначально планировалось на 1 марта 2022 года Однако сдвинуть дату на 4 месяца раньше посоветовали в Совете Федерации Сенаторы также выступили против отмены обязательного техосмотра для легковых авто, принадлежащих физлицам Трасса 101 В этом году на дорогах Кировской области под колесами автомобилей погибли полтора десятка пешеходов Более 200 получили травмы, информирует ГИБДД В большинстве случаев трагедии случались в светлое время суток А нарушения правил со стороны водителей не было Госавтоинспекторы рекомендуют пешим гражданам быть внимательнее при переходе проезжей части Даже если это происходит на зебре надо убедиться, что водители дорогу уступают Слухи о том, что вскоре дорожные камеры будут штрафовать российских водителей за невключенный ближний свет фор днем или неработающие отсутствующие ходовые огни подтвердились Как выяснилось, это практикуется уже больше месяца в Нижнем Новгороде По данным местного управления МВД, письма счастья получили более 7 тысяч автовладельцев Размер штрафа 500 рублей Сообщается, что вскоре систему запустят в других городах где установлены современные комплексы фиксации нарушений Трасса 101 Сотрудники ГИБДД все активнее мониторят социальные сети в поисках видео, где водители нарушают ПДД Есть любители это выкладывать Предположим, пересек двойную сплошную или проехал на красный и при этом видно твое лицо Все жди гостей в погонах В Москве таким образом с начала этого года удалось привлечь к ответственности почти сотню нарушителей Аналогичная работа проводится в других крупных городах Трасса 101 В муниципальной организации, обладающей автомобильным парком рано или поздно встает вопрос о списании транспортных средств Какой порядок здесь предусмотрен, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов Для муниципальных предприятий мы проводим оценку целесообразности дальнейшего использования транспортных средств то есть списания Для этого руководитель должен к нам обратиться с письмом В дальнейшем мы заключаем договор едем, осматриваем машины и мы составляем смету по восстановительному ремонту по рыночной стоимости делаем заключение о нецелесообразности дальнейшего использования данного автомобиля после этого они могут списывать и ввести его в отделе порядка 7-10 дней Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13 Телефон горячей линии 73-50-50 Сайт ex-defiscon.ru На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова До свидания Трасса 101 Продолжение следует...